приветствую вас зрители моего канала в этом видео я буду показывать и рассказывать как я подготавливаю теплицу и огород к высадке рассады если кто-то не переносит вид коровьего навоза то лучше пропустите это видео именно им я буду удобрять мой балаган этот отрывок с лестницей не относится к удобрению парника она просто в нем зимовала зимой парник был небольшим складом для вещей которые оставались на даче в мешках у меня хранится коровий навоз когда мы с семьей едем в гости к моей сестре в деревню я беру с собой прочные пакеты для строительного мусора на 60 литров вкладывая пакет в пакет для большей прочности набирая в них свежий коровий навоз у сестры 4 коровы этого добра бери сколько влезет а у нас его продают так почему по пути его не набрать бесплатно и сестре коровник почистил и домой уехал с добром главное завязать поплотнее чтоб запах не просочился да что-то я отступил немножко от самой теплицы немного увлекся рассказами которые в принципе можно продолжать бесконечно в общем в балагане у меня две грядки на одной стороне я сажаю помидоры на второй огурцы удобряю одинаково проверено действует прокапываю грядку на глубину в штык лопаты в общем сантиметров на 25 и высыпая из мешков свежий коровий навоз ну или почти свежий он всю зиму пролежал в мешках разравниваю тяпкой ровным слоем по всей прокопанной ямке и снова засыпаю той же землей а еще осенью по грядкам я рассыпал использованные грибные брикеты то есть шелуха от семечек которая тоже перемешалась землей при перекапывании удобряя теплицу увидел что у меня лопнула на дуге пленка она отстояла всего лишь один год я предполагаю что чрезмерно натянул ее на дуги и она истончилась в этом месте получается перепадов температур плюс сильные ветра и и порвало в этом месте ну в принципе ничего страшного скотч творит чудеса на всякий случай я всегда держу на даче большой рулон этого чудного изобретения так вот с помощью скотча трещина была заделана и думаю продержится все лето на следующий год конечно придется либо менять всю пленку или частями накладывать в общем посмотрю по ее состоянию ну вот проник залатал можно вернуться опять к удобрению закончу на одной стороне балагана продолжаю те же самые действия на противоположной его стороне также прокапываю засыпаю свежий навоз разравниваю тяпкой и засыпаю землей но на этом удобрение теплицы у меня еще не заканчивается перейдя к компостной кучи я снимаю с нее верхний засохший слой и складываю рядом потом когда куча опустеет я снова заложу его на дно в это же огороженное место и буду опять собирать свежий компост а потом следующей весной опять переработанный компост распределять по теплице и огороду в компост я складываю все стяпанные сорняки обрезанные ветки с деревьев вместе с листьями конечно толстые ветки идут на дрова а к в посту ходят только тонкие ветки и те за один год не перегнивают поэтому то что не переработалось откладывая временно в сторону а к следующему сезону это все превратится в плодородную почву в общем набираю в ведро компост переношу его в балаган и распределяю примерно ровным слоем по поверхности грядок толщиной где-то сантиметров 5-7 при посадке рассады он немного перемешается в лунках да и при поливе питательные вещества с компоста будут попадать непосредственно корневой системе высаженной рассады а вот такой коктейль из органических удобрений получается у меня в теплице и кстати коровий навоз под низом будет продолжать бродить при этом будет прогревать почву под корневой системой растений копаясь компостей не просто так выбираю оставшиеся крупные ветки и собираю червей друг попросил для кормления хищных аквариумных рыбок для них это своеобразный деликатес вот удобрение теплицы закончена на сезон хватит химические удобрения я не использую вообще я и моя семья любим кушать овощи выращенные на органике они вкуснее да и для здоровья намного полезнее после того как удобрил теплицу немного подреставрировал ее сильными зимними ветрами поотрывало крепеж я взял шуруповерт накрутил новых саморезов потому как оторвавшись рейки и стойки могут проткнуть пленку а мне этого всего не нужно когда закончил с теплицей остатки компостной кучи это добрая ее половина может даже и больше переносил на то место где я предположительно буду сажать сортовые помидоры и болгарский перец рассадок которых у меня растет дома для тех кто не видел ссылочка покажется сверху в общем высыпал примерно в ровную кучу хотя ровность конечно тут не имеет никакого значения распределил граблями примерно по всей площади будущей грядки до этого я на это место раскидывал еще и переработанный куриный помет что тоже есть предыдущих видео перед посадкой рассады это все перекопается и будет я думаю неплохое удобрение в принципе я так делаю уже не первый раз проверено действенный способ на сто процентов и в конце этого трудового подвига я добрался до роуз прорыхлил тяпкой вокруг них землю после зимы я еще ни разу не поливал эти чудесные растения на зиму они были обрезаны и сильно прикопаны землей хотя сейчас этого совсем не видно зимние осадки больше это были дожди поразмывали все мои насыпи на следующую зиму думаю буду наверно накрывать мешками потому как по виду розы прибило видимо морозом уж очень долго они отходят этой весной на этом буду заканчивать этот видео материал если вам было интересно смотреть мой видеоролик нажмите пальчик вверх не понравилось пальчик вниз я буду рад если подпишитесь на мой канал спасибо что досмотрели до конца всего вам доброго